Продолжение следует... В Кутской области среди них только один вахтовик. 3 330 людей находятся на госпитализации. 31 пациент болеет в тяжелой форме. 68 человек выздоровели и готовы к выписке из медучреждений. Всего с начала пандемии в нашем регионе выявлено 4568 случаев заболевания COVID-19. Поэтому медики готовятся к худшему сценарию, а власти продлили режим самоизоляции. Это значит, что еще неделю до 21 июня регион проживет под большим количеством ограничений. Впрочем, и в этой ситуации есть положительные моменты. Алексей Жапенков собрал всю актуальную на эту минуту информацию. 30 дней. Именно столько понадобилось, чтобы в инфекционной больнице появился свой мультиспиральный компьютерный томограф. Хотя обычно только покупка и доставка оборудования занимает до 4 месяцев. А тут еще был сделан ремонт помещения, состоящего из нескольких кабинетов и разных степеней защиты. Плотные металлические жалюзи, такие же двери, линолеум, боритовые плиты, стекло. Все сделано для того, чтобы радиация от нового аппарата не выходила на улицу и, соответственно, не наносила вреда окружающим. Цена вопроса 29 миллионов. Теперь исследования будут проходить быстрее. Раньше больных приходилось вывозить в другие медучреждения, при этом дожидаясь, когда там в плотном графике найдется свободное окно. И весь процесс установ, управление идет из пульта лаборанта. То есть исследование, например, на голову занимает примерно 20 секунд. То есть это именно исследование. Параллельно в областную инфекционку поступили 44 аппарата искусственной вентиляции легких. Их собрали по различным больницам региона. Здесь, в главном ковидном госпитале, они нужнее. Сейчас их проверят, настроят и отправят в дело. Увеличивают и число мест в реанимации. Мы открыли койки в детской реанимации для ковидных больных. И еще, я думаю, что к концу недели мы откроем еще порядка 12 коек для этих пациентов. Сколько всего коек будет в итоге? В итоге будет 24 реанимационных койки в инфекционной больнице. Это плюс, не считая места, просто для обычных больных с ковидом? Совершенно верно. То есть это уже для тяжелых больных? А их может быть много, ведь прирост зараженных только за последние сутки составил 319 человек. Это антирекорд за все время пандемии. И все, кроме одного вахтовика, случаи местные. То есть очаги уже внутри региона. У нас идут семейные очаги. То есть это свидетельствует о том, что жители забыли о санитарном и пневмологическом режиме. Не выполняют гигиенические требования и санитарные. То есть у нас в одной семье бывает по 3-4 заболевших. Поэтому режим самоизоляции продлен до 21 июня. Включительно. Кстати, по статистике, люди старшего поколения, входящие в группу риска, оказались более ответственны. Они соблюдают все меры предосторожности. Случаев их заболевания немного. Категория 30-49 лет самая распространенная среди заболевших. Это люди, работающие, посещающие торговые центры, места массового пребывания людей. При обращении в лечебное учреждение очень много случаев, когда сами пациенты говорят, что они пришли в торговый центр, скорее всего, там заразились. Иркутск, Браск. Сейчас это красная зона. В двух самых крупных городах области зафиксировано больше всего случаев заражения ковидом. Глава региона на заседании Оперштаба отметил, что в таком положении резкая отмена всех ограничений – это почти самоубийство. Поэтому и режим самоизоляции будет действовать до улучшения ситуации. Алексей Шапенков, Александр Пахомов, АЭС-ТВ. Ну, несмотря на такую эпидемическую ситуацию, длинные выходные стали настоящим испытанием для Священного озера. Кажется, половина жителей Иркутска буквально рванули на Ольхон. Хотя до начала сезона почти месяц. Как прошли эти выходные на острове и что его ждет дальше, расскажем в сюжете. Походу, мы здесь заначем. В минувшие выходные дни иркутяне буквально оккупировали остров Ольхон. Несмотря на то, что сезон там начинается только в июле и вода в озере еще холодная. Засидевшись дома за время самоизоляции, все, кто в этом году не улетел в Таиланд, отправились на Байкал. И все-таки мы победители по жизни, потому что паром заполнился как раз перед нами. Там еще зимники кукуют. Короче, прошло два с половиной часа. Перегружена паромная переправа была в обе стороны. В конце рабочей недели на въезд, в воскресенье на выезд. Хотя работали три парома, они не справлялись с нагрузкой. Стоять в пробках пришлось по несколько часов. Рост активности туристов отметили и в Прибайкальском национальном парке. По нашим данным, остров Ольхон у нас посетило порядка 900 человек. На большую байкальскую тропу у нас выдано разрешение порядка 300 за минувшие выходные. И действительно нагрузка на озеро Байкал сейчас близка к критической. Однако, стоит отметить, что эти данные, по крайней мере по острову Ольхон, это примерно половина туристской нагрузки ежедневной, если сравнивать с прошлым годом. В прошлом году максимальная цифра посетителей 1600 человек ежедневно. Несколько дней подряд именно такое количество туристов посещали север острова Ольхон. Это самый разгар сезона. Полюбоваться Байкалом со знаменитого мыса Хабой в сутки могут лишь 1800 человек, не больше. Это максимальное число разрешений на посещение севера острова. Для юга это 200 человек. В этом году неожиданно сезон на Байкале начался на месяц раньше. И если учесть, что обычно июнь для озера довольно спокойный месяц, то сейчас за одни выходные его посетили почти тысячи человек. Остается надеяться, что в этом году Священное озеро выдержит пик сезона. Екатерина Нерушкина, Александр Волков, Аист ТВ. Новый водопровод строят в Боендае. Появление централизованного водоснабжения в селе уже называют историческим событием. Также в районе возводят школы, детский сад и санаторий. С начала года работает новый фельдшерско-акушерский пункт. Подробнее о развитии Боендая в следующем материале. Локальный водопровод готов уже наполовину. И это радость для всего села, где проживают почти 4 тысячи человек, потому что проблемы с водой здесь были всегда. Скоро по 11 с лишним километрам сетей побежит чистая питьевая. Главе региона Игорю Кобзеву рассказывают, объект возводят в рамках нацпроекта «Экология» федерального проекта «Чистая вода». Запуск намечен на ноябрь. В Рио губернатор отметил, обеспечение жителей области качественной водой – приоритетная задача правительства. Еще одна остановка в рамках рабочей поездки – строящаяся в райцентре школа на 725 мест. Благодаря возведению объекта в Боендае исчезнет проблема второй смены. К сожалению, не удается нам ввести ее в эксплуатацию до 1 сентября. Но я вижу, что работы идут, поэтому мы определились по второй четверти, это к 7 ноября. Я сам туда приеду, открою школу. Сейчас мы видим, что в рамках антитеррора требуются уже дополнительные решения. На базе этой школы будем формировать новые требования к строительству школы. Пристальное внимание сейчас, конечно, сельскому хозяйству. В Боендаевском районе живут самые активные в регионе фермеры. Этот район отличается у нас, конечно, скажем так, развитием животноводства. И самое главное, отношением к делу, наверное. Они очень легки на подъем. Здесь мы начинали реализацию проектов. Он был в свое время пилотный проект, строительство семейных животноводческих ферм. Игорь Кобзев встретился с местными сельхозтоваропроизводителями. Обсудили важные и наболевшие вопросы. Глава области рассказал, объемы финансирования сельского хозяйства в регионе снижаться не будут. Посетили и село Заготуи, где работает добровольная пожарная команда. Все ее участники совмещают службу с основной работой. В гараже пожарные машины, автомобиль скорой помощи, трактор. Решение главы региона – повысить статус добровольцев на законодательном уровне. Сделать это планируют уже в сентябре. Они должны быть застрахованы с угрозом риска для выполнения задач, где связано с риском для жизни. Второе. Мы сегодня видим, что у них должно быть льготное налогообложение. Третье. Мы сегодня договорились, что добровольцы несут такую активную профилактическую функцию. То есть их надо наделить какими-то элементами профилактики в рамках уже законодательства, что они могут выполнять в том числе и контрольные функции. В Боендаевском районе сейчас в разгаре капитальный ремонт медучреждений. В санатории на Галык завершить работы строители обещают к октябрю, а Боендаевскую поликлинику обновят тоже досрочно, уже к августу. Однако сокращение сроков не должно влиять на качество работ, подчеркнул в Рио губернатора. Марина Беклемишева, АЭС-ТВ. Вы смотрите «Итоги дня» и мы продолжаем. Подарок к юбилею. В Иркутске благоустроят общественное пространство возле Ирниту. А также в планах построить у вуза школу, детский сад, общежитие и здание для технопарка. Об этом на заседании уркомитета по празднованию 90-летия политеха заявил в Рио губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Говорили и о праздновании юбилея вуза. Сейчас многие торжества проходят онлайн, а на сентябрь запланированы основные мероприятия. Несмотря на ситуацию, мы для себя ставим задачу, чтобы этот юбилей прошел. И прошел на высоком таком организационном уровне с участием и приглашением почетных гостей. Наверное, представителей федеральной власти в первую очередь. И в рамках уже проведения этих юбилейных мероприятий, конечно, нам нужно уже предоставить для руководства федерального министерства план развития. Митинг в память первого всенародно избранного губернатора Иркутской области Юрия Ножикова. Десять лет назад он ушел из жизни. Почтили его память сегодня коллеги, друзья, те, кто хорошо его знал. На митинг собрались в центре Иркутска, на перекрестке улиц Горького и Сухебатора, возле памятника Юрию Абрамовичу. С приветственным словом к участникам митинга обратился глава региона Игорь Кобзев. Он отметил, что нынешнее поколение управленцев перенимает опыт Ножикова. И со своей стороны я сделаю все, чтобы дальше те решения, которые принимал руководитель Иркутской области, первый народный губернатор, мы должны изучать, анализировать и использовать в своей работе. К памятнику Юрию Ножикову возложили цветы, а рядом высадили молодую ель, как символ того, что память жива. Второй кандидат на выборы губернатора Иркутской области подал документы в избирательную комиссию. Это Максим Евдокимов. Его кандидатуру выдвинуло региональное отделение партии Родина. Он получил подтверждение в получении пакета документов и разрешение на открытие специального избирательного счета. Кандидат может приступить к сбору подписей. 27 июня Коммунистическая партия назовет имя своего кандидата на досрочные губернаторские выборы в Иркутской области. Об этом сообщил первый секретарь Иркутского обкома КПРФ Сергей Левченко. Он пообщался с журналистами по видеосвязи из Москвы. По его словам, кандидатуры для участия в выборах обсудят на внутрипартийной конференции. Если конференция примет решение о выдвижении какого-либо кандидата, я как коммунист обязан буду поддерживать и буду поддерживать. Построили новый остановочный пункт и благоустроили сквер. В Иркутском микрорайоне Топкинском идут работы по благоустройству. Там еще отремонтируют дороги в частном секторе, приведут в порядок детский городок и построят школу искусств. Ухоженная площадка, оригинальные конструкции и новые лавочки. Теперь у жителей Топкинского есть приятное место для отдыха. Но так было не всегда. Раньше здесь была неприспособленная парковка. Также планируют расширить сквер и перенести соседние ларьки на новое место через дорогу. Но, конечно, будут учитывать пожелания жителей района. Жители стали активными, они поняли, что именно по их обращениям мы совершаем работы. И поэтому сейчас заявок не початок рай, а денег в бюджете мало. И нам приходится постоянно делать сложный выбор в пользу каких-то жителей. Уже сформирован план работ по благоустройству Иркутска. На эти цели из бюджетов всех уровней ежегодно выделяют более 400 миллионов рублей по программе формирования комфортной городской среды. Объемы растут с каждым годом. Но, к сожалению, ввиду экономической ситуации в этом году, нарастить объем у нас не удалось. Но, как минимум, мы сохранили тот объем, который был в прошлом году. На встрече с жителями и депутатами мэр Иркутска Руслан Болотов говорит, что развитие всех районов города должно идти равномерно с учетом всех особенностей и проблем каждого. У нас не должно быть районов, охваченных по остаточному принципу. У всех районов должна быть самодостаточная инфраструктура, чтобы человек в своем районе мог воспользоваться всей возможной системой коммуникации, благоустройства, социальной инфраструктуры. Это не только детские сады и школы. Это в том числе и объекты культуры, это в том числе и объекты, которые позволяют заниматься и развиваться детям. Это школа искусств. То есть не может быть здесь мелочей. Вся работа по благоустройству Иркутска рассчитана на ближайшие пять лет. За это время благоустроят общественное пространство, отремонтируют дороги и приведут в порядок иркутские дворы. Яна Романова, Дарья Пастушенко и Александр Пахомов, АСТВ. А я напоминаю, что все новости доступны на нашем официальном сайте аСТВ.ру. Спасибо, что вместе с нами подвели итоги дня. Будьте здоровы и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин